МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Современный армейский нож комплекта Ратник без преувеличения главный клинок российской армии. По надёжности и боевым свойствам он превосходит всех своих предков. И тут имеет значение всё. И угол заточки, и форма клинка, и качество стали, которое после таких по-настоящему адских экспериментов, пусть и нехотя, но всё же режет бумагу. Чтобы на этом простом примере понять замысел создателей Ратника и разобраться, почему из всего разнообразия ножей на планете именно этот был выбран в качестве основного для нашей армии. Военная приёмка уже рассказывала о нём. Мы лазили по лестнице из ратниковских ножей, ножнами мы перекусывали проволоку. И вот теперь пришло время отправиться туда, где это холодное оружие производят. Удивительная вещь, вот этот нож для Ратника выпускает предприятие, которое вообще-то специализируется... Водолазном снаряжении. Почему вдруг именно вам доверили выпускать их ножи? Предприятие давно выпускает водолазные ножи. Вот это один из них. А, вот они очень похожи, только здесь пила есть. Это серейтерная заточка. Для чего нужно? Мы видим второй ваш нож. Это тоже подводный, он значительно крупнее. Он для чего? Подводные работы, он толще, больше рукоятка для работы в перчатках на глубине. Ну и, наконец, штык-нож для автомата Калашникова. Это... Наша разработка. И это тоже часть комплекта Ратника. Да. Перед сборкой на клинке лазером выжигают название штык-ножа. Его официальное имя 6Х9. Именно эти знаки и наносят. Дальше после гравировки устанавливают гарду. И на специальном станке насаживают резиновую ручку. Дальше на лезвие наносят антибликовое покрытие. Это требование Министерства обороны. Даже в сумерках такой нож не должен выдать бойца. Весь процесс от начала и до конца. Ручная сборка. Точно так же вручную здесь делают и ножны. Впрочем, все мы понимаем, что самое главное в ноже не ручка и не ножны, а клинок. Его форма за... Понятно, что современные боевые ножи делают не из лома, а из качественной стали. Клинки для Ратника выпускают там, где всегда знали толк в холодном оружии. Это Северный Кавказ, Дагестан, Кизляр. Сначала на завод поступают стальные листы. Пресс выдавливает из них заготовки, которые отправляют на закалку в специальную печь. Там будущие клинки движутся по ленте в атмосфере инертного газа. Этот инертный газ нужен для того, чтобы при вытеснении кислорода не образовывалось окалина. Дальше после закалки следует отжиг. Процедура, в результате которой у куска металла снимается напряжение и уходит хрупкость и ломкость. После отжига клинок проверяют на твердость, шлифуют до нужной толщины. Затем на специальном станке обух клинка обжимают, отправляют на полировку и, наконец, затачивают. На выходе получается клинок удивительной прочности. Впрочем, пока сам не убедишься, не поверишь. Как проводятся приемы заточного испытания вот этого ратниковского ножа? Проверяется твердость стали, режущие свойства, в соответствии чертежу перекусывание проволоки. И вот сегодня военная приемка проверит этот нож так, как прежде не проверял его никто и никогда. Мы находимся рядом с камерой. Внутри там температура минус 51 градус. Там уже один такой наш нож охладился. Открывайте. Мы вынимаем этот нож. Вы понимаете, при температуре минус 50 хрупкость металла увеличивается. И в присутствии представителя военной приемки я хочу ударить по этому ножу вот так. Не переломается? Нет, бейте. Вы даете согласие. Все происходит. Итак, мы видим, что нож ратника выдержал удар 400-граммового молотка. Что ж, усложняем задачу и переходим в другую весовую категорию. Так, мы берем кувалду, но поскольку подразумевается, что бить мы будем вот так, есть опасность, что нож разлетится и летит вверх, есть предложение закрепить его скотчем. Помогайте. Значит, для чего это делается? Для того, чтобы в случае неудачного дубля, чтобы обломки ножа не разлетелись по территории. Таких испытаний нет и не проводится. И не предусмотрено. Итак, все готово. Три, два, один, бьем. Такого удара не выдержал бы ни один рядовой нож. Но в ратнике нож боевой. Поэтому так же легко он выдерживает второй удар кувалдой с размаха. Удивительно. И правда, выдержка небывалая даже для армейского ножа. По нормативам, ратниковский нож должен держать вес 100 килограммов. Разработали его в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. Там же, где проектировали и основной комплект ратника. Надо заметить, что одно из главных направлений деятельности ЦНИИ ТОЧМАШ – это разработка оружия для спецподразделений. Именно здесь создали первый в мире подводный автомат, подводный пистолет. Здесь выпустили самую тихую снайперскую винтовку. Ну а что касается холодного оружия, то именно инженеры ЦНИИ ТОЧМАШ довели до совершенства идею стреляющего ножа. Это изделие называется НРС-2 – нож разведчика специальный. Пуля в нём всего одна, зато выстрел такой тихий, что его практически не слышно. Кстати, нож ратника тоже должен обладать качеством проникать сквозь броню. По своим ТТХ он обеспечивает пробитие бронежилета второго класса. Выставляем энергию удара, равной удару человеческой руки. Это 44 джоуля. Пробил бронежилет насквозь. Ну а что касается геометрических размеров клинка, то эта геометрия пришла к нам из опыта двух мировых войн – первый и второй. Нож должен гарантированно поражать противника, даже если на нём зимняя одежда. Отсюда берётся минимальная эффективная длина – 16 сантиметров. Конечно, длину можно было бы и увеличить, но тогда носить нож будет неудобно. Да и доставать из ножен тоже. По техническому заданию процесс вынимания должен занимать не больше двух секунд. Это требование Министерства обороны. А пока посмотрим, как испытывают современный нож из комплекта «Ратник». Испытаем этот нож по его прямому назначению в режиме штык-ножа. Крепите его на автомат. Что у нас будет в качестве объекта, куда мы будем внедрять наш штык-нож? Вот этот деревянный щит по стандарту. Что он должен сделать с этим щитом? Он пробивает на 10 миллиметров сухую доску и миллиметр стали. Сталь толщиной 1 миллиметр? Итак, штык-нож насажен, камеры готовы, пора начинать. Я просто отпускаю, да? Да. Все готовы? Три, два, один. Толщина доски 20 миллиметров, но «Ратниковский нож» пробивает ее, как картон. Впрочем, военпред уточняет, этот удар ничто по сравнению с нагрузками на штык в реальной атаке. Мы увеличиваем толщину доски, снова кидаем автомат. Дальше берем шуруповерт, берем лист стали, прикручиваем и... Отлично! Пробило. Воткнулось, удержалось. Более того, могу я сейчас туда его продавить дальше? Ну, сейчас сделаем... Мимо. Второй. Наконец, мы откручиваем стальной лист, чтобы с помощью молотка всадить в него нож так глубоко, как это только возможно. Вот мы пройдемся сейчас по всей длине. То есть мы намеренно тупим этот армейский нож. Подносите сюда канат. И вот сейчас начнутся те испытания, которые положено проводить с этим ножом. Этот нож просто поражает своей выносливостью. И тут выясняется, что даже у этого, казалось бы, идеального изделия есть слабые стороны. Конечно, наша промышленность сможет выпускать и вот такие ножи, которые режут бумагу. Это ваше производство. А стандартный ратниковский нож, он... Не предназначен для резания бумаги. Почему? Потому что угол заточки совершенно другой. Если сделать угол заточки, чтобы он резал бумагу... Такой же, как здесь. Такой же, как здесь. Соответственно, его надо будет чаще править, и он будет недолговечный. И все-таки хочется провести эксперимент. После всех наших пробитий металлом, хотя бы рвать бумагу он будет, вот мы видим, что может быть не так идеально ровно, но как-никак бумагу он нарезает. Все потому, что угол заточки ратниковского клинка 30-35 градусов. Для армейского штык-ножа это золотая середина. Более острый затупился бы, более тупой не резал. Твердость вашего клинка показала 61,1 единица. Твердость 61 у нас против 56 у ратника. Выходит, наш нож тверже. И если более мягкий клинок от ратника рубил железо и почти не тупился, на что же тогда способен наш герой? За ответом на этот вопрос мы идем к военному представителю, который специализируется на приемке ножей. Итак, наш стандартный армейский ратниковский штык-нож прошел военную приемку, пережил уже несколько пробитий стального листа. Что скажет военная приемка про это изделие? По результатам испытаний на твердость ваш нож оказался тверже. Это хорошо или плохо? Плохо. Почему? Для армии это плохо, потому что он будет больше ржаветь, соответственно, хрупкий, и это затрудняет его дальнейшую обработку. Теперь давайте все-таки в соответствии с требованиями ваших стандартов перережем капроновый шнур диаметром сантиметра, натягиваем канат и перерезаем. Ну, хотя бы здесь он прошел испытание. Ну и второе надо отметить, что мы специально не стали сделать гарду. Уже хотя бы поэтому он не прошел. С этой гардой наш самодельный кованый нож Де Юре стал бы холодным оружием. Именно поэтому, чтобы не входить в конфликт с законом, мы оставили нашего героя без гарды, а его потенциального хозяина беззащитным для ножевого боя. А если сравнить вот ваш ратниковский штык-нож со старым советским, что вы скажете? Земля и небо. Что лучше? Лучше наш. А чем старый был плох? Он был совершенно тупой и хрупкий материал. И в сравнении со старым штык-ножом наш получается? Сделать ручку крепления на ствол и можно принимать на вооружение. То есть будем считать, что с учетом сослагательного наклонения нож хоть как-то проходит военную приемку? Да. Это слова военного представителя. Мы прошли, ну точнее, почти прошли военную приемку. Выходы пока из всего многообразия ножей на планете. Они не выбрали тот, который стал сейчас ножом под номером один в нашей армии.